Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital! Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите дайджест видеоновостей от SkyWay, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний SkyWay и SkyWay Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Шейх и наследный принц Дубая Хамдан Ибн Мохаммед Аль Мактум ознакомился с транспортной технологией SkyWay. Преимущество струнных технологий шейху показал на примере модели Unibike Unicare руководитель управления дорог и транспорта Дубая Матар Аль Таир. Французский интернет-портал о современном транспорте Actu Transport Logistics выпустил статью с обзором технологии SkyWay. Генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий записал видеоответ на претензии известного критика проекта струнного транспорта профессора Владимира Зылёва. Компания SkyWay Capital официально запустила механизм обмена долей на токены в рамках акции «Реинвестирование и выкуп». В Братиславе состоялось торжественное вручение Словацкой международной премии мира. Одним из лауреатов этого года стал генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Шейх Амдан Ибн Мохаммад Аль Мактум, наследный принц Дубая, ознакомился с транспортной технологией SkyWay. Это произошло во время визита наследного принца в управление дорог и транспорта Дубая, где руководитель ведомства Маттар Альтайр рассказал ему о преимуществах струнных технологий. Как отметил Маттар Альтайр в публикации на портале Arabian Business, SkyWay будет использовать в 100 раз меньше пространства по сравнению с привычными видами транспорта с аналогичной пропускной способностью. В то же время по энергоэффективности модули SkyWay в 5 раз превосходят электромобили и требуют в 10 раз меньше инфраструктуры, чем традиционные системы общественного транспорта. Среди представленных высоким гостям моделей были Unibike и односекционный Unicar. О впечатлениях, которые наследный принц Дубая поделился после демонстрации, читайте на нашем сайте. В начале ноября на сайте французского интернет-портала Actu Transport Logistics, которая освещает темы транспорта и логистики, вышла статья о струнном транспорте с заголовком «Инновационная транспортная система SkyWay набирает очки в Объединенных Арабских Эмиратах». В статье обсуждаются проекты строительства инновационного центра SkyWay и высокоскоростных транспорт в Объединенных Арабских Эмиратах, их текущее состояние, преимущества и возможности развития. Вот что пишут авторы. За пределами инновационного центра в Шарджи планируется строительство высокоскоростной линии. Длина линии составит 25 км и будет располагаться в другом Эмирате Объединенных Арабских Эмиратов. Этой длины будет достаточно, чтобы высокоскоростной Unibus мог разогнаться до скорости в 500 км в час. Таким образом, компания сможет продемонстрировать способность своего транспорта работать в суровых погодных условиях Ближнего Востока. Соотношение численности союзников проекта SkyWay и его противников постоянно изменяется в пользу первых. Сомневаться в реализации струнного транспорта постепенно становится все труднее, сопротивляются в основном отъявленные скептики и люди, для которых признать то, что они были неправы, это имиджевая катастрофа. Среди последних профессор МИИД, доктор технических наук Владимир Зелёв. С далекого 2006 года он последовательно пытается навредить SkyWay своими высказываниями. Не так давно он даже записал блог, в котором он рассказывает о результатах экспертизы струнного транспорта десятилетней давности. Чтобы расставить все точки над ИИ, введя ответ на претензии профессора Зелёва, записал генеральный консултор SkyWay Анатолий Юницкий. Смотрите его на нашем сайте. Месяц назад компания SkyWay объявила о проведении акций реинвестирования и выкуп. В рамках акции первые 5 тысяч инвесторов SkyWay получили возможность продать за деньги 100 тысяч долей, а первые 50 тысяч – возможность обменять доли в количестве 100 тысяч на токены. С 11 декабря 2018 SkyWay Capital официально запустил механизм обмена долей на токены. Всем, кто ходит в число первых 50 тысяч инвесторов в SkyWay уже было отправлено письмо-уведомление. Чтобы узнать, можете ли вы обменять ваши доли на токены, проверьте почту или страницу в личном кабинете SkyWay Capital. Там появится специальный баннер. 11 декабря в Братиславе состоялось торжественное вручение Словацкой международной премии мира. Эта награда учреждена неформальным форумом «Экономический клуб». Лауреаты премии – люди, которые сделали значительный вклад в дело мира, улучшение условий жизни человечества, обеспечение безопасности ненасильственными методами, а также содействовали всестороннему развитию цивилизации, человеческого общества, отдельных наций и стран во всем мире. Премия существует с 2015 года, и среди ее лауреатов, например, Хосе Анхель Гурье – один из крупнейших в мире финансистов, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития. Одним из лауреатов этого года стал генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий. В процессе награждения он рассказал гостям о своем видении перспектив развития наземного транспорта и космонавтики. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.